добрый день хочу вам показать как вырос инжир за лето этого инжиру три года я его высаживала я рассказывала уже первый год я с ним возилась сильно возилась то в гараж выносила то на улицу выносила в горшках и потом он немножко один но зачах один куст я высадила на улицу или покажу вам разницу этот куст все лето растет у меня на улице посмотреть какой ствол крупный не знаю можно сделать формировать в виде куста то есть много веток снизу можно в виде дерева я еще не решила как мне удобнее наверное в виде дерева будет удобней так как участок небольшой и ходить вокруг него удобнее когда он растет деревцем плоды с этого инжира я уже сняла но вот смотрю еще один плодик появляет такой урожайный такой хороший вот смотрите на самом верху еще один зеленый плодик появился уже у нас 6 ноября а он еще дает мне урожай сейчас перейдем к другому кустику я посадила три рядом кустика немножко к ним добираться удобно так как он распустил свои ветки в разные стороны и виноград рядом растет вот смотрите это второй кусик это вот этот куст можно выращивать как комнатный инжир он тоже посмотрите начинает давать урожай холодно зачем не ваш урожай но если его высадить в комнату он будет давать урожай и наверное зимой огурцы у меня еще урожай дают смотрите какой огурчик растет на инжире цветут продолжают цветение помидоры уже засохли помидору не очень хороший был урожай вот смотрите один я сегодня съела вот еще два висят это комнатный у него куст не такой мощный растет сверху он вырос сколько мог так здесь питание много вот куриный на ву помет спрессован у нас кролики были все под него бросаем и опилочки вот капельное орошение и он хорошо порос здесь у меня два куста вот видите рядом еще один куст это два одинаковых сорта очень вкусный очень сладкий сейчас попробуем а он сам раскрылся разломать хотела смотрите какой сочный но у этого комнатного я вам скажу чуть-чуть ягода мельче она очень сладкая ароматная но чуть-чуть мельче чем вот этот первый далматинский по-моему называется он светлее этот темно фиолетовый будет а этот немножко светлеем как грушевидно и крупнее намного попробую сладкий инжир неплохого качества очень вкусный и сейчас покажу вам еще один вид инжира третий вид у меня инжира еще этот инжир я высадила первый же год землю посмотрите какой он огромный вырос мощный куст стволы посмотрите какой орех от деревьев и мощные стволы вот смотрите рукой берусь я его первый год укутал агроволокном второй год тоже укутал агроволокном и он у меня выжил все у него в порядке посмотрите на этот инжир он дает плоды осенью сколько много верхушки он разрослись между листиками и плоды листиками и плоды на каждой верхушечки я уже достать не могу буду доставать показывать где тут плодик покажу дальше а хочу вам сегодня рассказать как я буду его укоренять но он мельче чем те инжири не вот ведь это же красивый красочный сочный сладкий ароматный но форма у него инжира меньше может быть он еще не набрал силы своим будет крупнее но а так по вкусу он очень сладкий я опять таки попробовала и на верхушках там очень много еще урожая инжира смотрите на веточках засохли так в этот угол я летом не мог не было возможности зайти здесь малина растет здесь соседский забор с виноградом там соседи у меня живут маленький участок небольшой и сегодня хочу показать как я укореняю весной конечно мне удавалось лучше укоренить этот инжир за лето он отрастает очень хорошо а осенью сейчас попробуем по-другому вот я брала веточки такие не вот такие ну не зеленые а чуть-чуть полу древеневшие вот видите стволик что толще немножко было такие обрезала вот и не увидите не подошла во время он испортился выброшу с ним делать сейчас покажу еще и жировую рощу у меня как я ее называю вот такой и здесь огурцы у меня росли вот рядочка поэтому все компактненько и подойти совсем не было возможности и так продолжим вот такие веточки я брала вот с этого инжира где здесь надрезала вот вот эти обрезаны вот обрезала верхушечки стволики чтоб полуодревеневшие были это я нарезала веточки поставила их в водичку и думала будет так как весной он пускать корни ну нет вот такая веточка стояла вот так в водичке в бутле и ночью вода остывала холодная становилась и эти листочки видите отваливаются ну отваливается это не страшно тоже листопадное растение но весной опять нарастет ничего страшного я их просто по обрываю все листочки оставлю только почечки так как они ну просто отпадают ведь и вот такую веточку буду укоренять весной оставила в воду она в воде вы так пускала корни очень хорошо замечательно пускает корешочки а сейчас надо немножко по-другому смотрите срез под нижней почкой ровный я сделала это они у меня неделю простояли в воде вот листья все отпали вот эту нижнюю почку нужно обломать и секатором порезать вот этот стволик вот так по сейчас одной рукой вот так немножко прорезать кончиком секатора и тогда получается лучше колес и растение лучше коренька инжир я думала подойдет такой способ как весной я пробовала то есть просто поставить в водичку и ждать корней но как видимо такой способ не совсем подходит для осеннего укоренения инжир сбросил листочки он еще стоял на улице у меня а сейчас я неделю попробовала не укоренять стандартным способом а попробовать так как весной я делал но сейчас вам расскажу подробно что у меня получилось почки начали увеличивать то есть инжир не пропадает но сейчас покажу возьму газетку достану во первых вода очень быстро начинает вонять меня течение каждый день а то через день она очень воняет дальше набрякли видите начали появляться зачатки корешочков но из-за этого запаха в воде я дальше укоренять таким способом не буду а покажу вам еще более интересный способ для укоренения моего инжира вот это зелеными черенками я попробую и одревеневшими зеленые черенки это комнатный инжир он низкорослый не такой высокий растет вот две веточки сорвала вот эти зелененькие а это все далматинский они укореняются очень хорошо смотрите берем газетку слегка смачиваем газетку просто наливаю на газетку воду газета подойдет абсолютно любая не лакированная такая бумага же б скользила а такая которая впитывает воду и беру корешочки и обворачиваю газетку плотненько просто одной рукой немножко неудобно покажу вам как есть вот так обернула газетку газетка промокла очень хорошо мокренькая и это все кулечек смотрите я все обернула плотно газеткой нижнюю часть целлофановый кулечек и резинкой зафиксировала и таким образом будут наращивать корешочки здесь будет дышать ничего закрывать не буду эта часть целлофановым кулечки и положу это на верхнюю полку вот я сейчас на кухне нахожусь можно на холодильник положить вот сюда наверх холодильника никому не будет мешать и пусть себе там находится и дожидается нужного времени примерно через неделю я посмотрю что получилось каком состоянии вот мои черенки а здесь я буду видеть состояние почечек все будет хорошо в целлофании газетка пересыхать не должна но буду смотреть через недельку про посмотрим спасибо всем за внимание таким образом мы сегодня укореняли инжир очень полезный фрукт до свидания